Братья и сестры, я всех приветствую. Давайте скажем славу нашему Господу. Мы выяснили, да, брат проповедовал о том, что мы все хорошие. Все по молчанию хорошие. И когда он нас спросил, хороший ли я, я подумал, ну, хороший ведь, точно ведь хороший. А вот когда спросил, ну, а добрый я, ну, тут я тоже задумался. Мы понимаем, что мы доброте и любви учимся в Иисуса Христа. Слава нашему Господу, и мы, я думаю, он работает в наших сердцах, и мы со временем все больше и больше становимся похожи на него. Я хотел бы с вами порассуждать о такой теме. Знаете, вот когда мы думаем о Духе Святом, да, вот первое, я думаю, что нам приходит в голову, его качество, которое вот, ну, его такое, ну, как бы для меня, вот я первое, что мне приходит в голову, это то, что Господь, что Дух Святой, Дух Святой – это утешитель. Он для нас утешитель, для нас, для всех, для каждого. И я хотел бы сегодня затронуть эту тему, тему утешения. И зачитаю второе, Коринфянам, первая глава, с первого стиха, с первого по четвертый. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии. Благодать вами мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Вот эти слова, смотрите, что мы могли утешать тем утешением, которое нас Господь утешает. Мы получаем утешение, получается, для чего? Чтобы мы вот этим утешением могли наших братьев, сестер, и даже, может быть, не братьев, сестер, а где-то в мире мы могли как-то людей утешать, ободрять, помогать им, поднимать, как сегодня было сказано в проповеди, что мы добрыми были, я думаю, что вот эта способность утешать, это качество доброго человека. И в первом послании фессалоникийцам, в первом послании фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих, сказано так, что утешайте малодушных и поддерживайте слабых. Вот, спасибо. Умоляем также вас, братья, выразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. И вот смотрите, апостол Павел, он говорит, ну, и просто советует, давайте, вот, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, он умоляет, понимаете, умоляем также вас, братья, что насколько, понимаете, это важно нам друг друга поддерживать, друг друга утешать. И, знаете, вот часто, часто мы страдаем с вами не от того, что вот скорбь, что она пришла как таковая сама по себе, а как мы с вами к ней относимся. Я вам объясню, смотрите, апостол Павел, когда говорит о себе, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. То есть, смотрите, обстоятельства отчаянные, пришла какая-то беда какая-то, да, но при этом апостол Павел не отчаивается. Реакция на это, на то, что происходит вокруг него, она другая. Он не в отчаянии, он находит в себе что-то такое, что дает ему возможность к этому, к этой ситуации относиться по-другому. И я так понимаю, что мы, когда утешаем, мы помогаем другому человеку посмотреть на эту проблему по-другому, его утешить. И чтобы, ну, то есть, другими словами, утешение – это помощь выйти из этого состояния отчаяния, скорби. Нам всем нужно ободрение. Ну, мы понимаем, братья и сестры, мы все научены Словом Божьим, да, что мы лучший утешитель – это Дух Святой. Мы все, мы все с вами прекрасно понимаем, и, допустим, пришел ко мне тот-то человек с бедой своей, да, и я ему говорю, брат или сестра, ну, иди помолись в тайной комнате, исполнись Духа Святого, и все, и сердце у тебя откроется, и ты встанешь прямо и по-другому все посмотришь. Я могу так сказать, конечно, но мы все с вами понимаем, что каждый из нас, не каждый из нас может исполниться Духом Святым по тем или иным причинам. Не может, да. Вы написали, утешайте малодушных, слабых, да, поддерживайте слабых. Не каждый может, не каждый. Я также не могу каждый раз, да, исполниться Духом Святым, но я стремлюсь и хочу этого, но не каждый раз. Мы понимаем, что нам с вами Слово Божие учит, чтобы мы утешали других, утешали других. Знаете, вот мы встречаем Слове Божие Варнаву. Сегодня о нем было сказано, что он был исполнен Духа Святого, муж добрый. Это брат преданной проповедовал, говорил, да. Варнава, интересный человек. Смотрите, вот я где-то проповедовал, но это не здесь, это Слово, и задал вопрос, какое имя настоящее у Варнавы. Я думаю, не каждый вспомнит, какое имя настоящее у Варнавы. Иосия. Посмотрите, какой интересный момент. Его звали Иосия, а все знают его как Варнава. Почему? А потому что этот человек мог так утешить. Варнава – это сын утешения. Он так мог утешить людей, что его другое имя, сын утешения, оно стало его именем таким вот, его просто. Про Иосию, я думаю, все уже забыли, что он был Иосия, он был сын утешения. Я хотел бы с вами поговорить о том, а как нам, собственно, утешать брата или сестру, как нам это делать. И первое, я хотел бы начать с того, а как нам не надо утешать. Давайте вспомним, я не буду зачитывать, это история Иова, какая у него была сложность и проблема в его жизни. Он потерял все свое имущество полностью, потерял детей, потерял здоровье, был неизлечимо болен, проказа у него была, мучительная болезнь, потерял практически все. И к нему пришли друзья, и они говорили ему такие слова. Помните, я своими словами скажу? Просто они его убеждали, что не может человек так праведный, так пострадать. Видимо, ты просто очень сильно нагрешил, очень грешный человек. Ты просто возьми все грехи свои, покайся перед Богом, и он тебе все вернет. Ты просто не верили, и таким образом они его утешали. Мы понимаем, что вот это утешение, неправильное утешение. И сам же Иов своим друзьям, он говорил так, слышал я много такого, жалкие утешители все вы. Он сказал им так, то есть, как нам не нужно утешать, это вот таким образом, как поступали друзья Иова. Второе, что нам делать, чтобы утешить, самое простое, что мы можем сделать, самое простое, это выслушать человека. Помните, да, вот когда кому-то трудно, мне трудно, допустим, я хочу поделиться, как-то открыть. И вот когда расскажешь, как-то становится легче. Собственно, это легче. Я уже приводил такой пример. Антон Павлович Чехов написал рассказ «Тоска» называется. И там про одного извозчика, у которого умер сын. Для него единственный сын, он остался совершенно один, это извозчик. И он ездил и возил господ, это был XIX век, разных людей, и пытался заговорить, рассказать о своей беде. Он только начинает, а его никто не слушает. Ну, просто отмахивались от него. Один, второй, третий, четвертый, никак. В итоге он приехал домой, распряг свою лошадь, подошел к ней, и все рассказал, и излил свою душу. Каждому человеку, когда ему трудно, ему хочется высказаться. И мы понимаем, что первое, что мы можем для человека сделать, самое простое. И сам Иов сказал своим друзьям, выслушайте внимательно речь мою, и это будет утешением от вас. Он это понимал, он это сказал. Это первое, что мы можем сделать, это выслушать человека. Второе, я назвал это сострадание и личные примеры. Мы понимаем, что сам человек, когда пережил какую-то боль, и он может другому человеку уже сострадать не так, как-то абстрактно. Ну, представить, что вот да, вот это вот, наверное, вот это не очень, это тяжело, скорее всего, и я вот. А действительно, кто пережил, да, и он может как-то вот, может сострадать и как-то личным примером как-то вот сказать. Вот знаете, есть вот такой проповедник Никвуйчич, у него нет ни рук, ни ног, он ездит по миру. Я понимаю, что это как бы варнава нашего времени, ездит и утешает людей. Люди смотрят на него, ну, человек вот, ну, как бы, как обрубок, да, ничего. И он при этом, он счастлив, он утешает, ездит, радует, всех вот, как бы, воодушевляет, с подростками разговаривает, с молодежью, да, и всех вот, всех таким образом утешает. У нас в семье одна была такая история, очень трудно, я много рассказывал, многие знают, кто-то, может быть, не слышал. У нас младшие дочери при рождении были большие проблемы со здоровьем, угроза жизни, легкие не работали, мозг был совершенно непонятно что, там на томографии было показано, что там, ну, врач просто ужаснулся, она говорит, это ваш энцефалит или что это такое, менингит, вообще не могу понять, не мозг, а что-то такое, аморф, непонятное. И вот, знаете, мы переживали очень такие тяжелую ситуацию тогда, и нам сказали врачи в перинатальном центре, где этот ребенок лежал там в медикаментозном сне с трубками, такой весь опухший, нам говорили о том, что если ребенок выживет, то будет очень долго восстанавливаться, очень долго. Вот. И, знаете, это очень долго восстанавливаться, и мы переживали, и здесь была Лена, моя жена, в собрании, и к ней подошла сестра, и, знаете, они с ней не общались, скажут, у нас много, да, мы не можем общаться со всеми, со всеми, да, у нас есть все равно какие-то общения вот такие. Она с ней не общалась раньше, но она подошла и сказала, что в моей жизни была подобная ситуация, она рассказала, да, и вот она смогла сострадать и утешить, потому что она, у нее такое же было, и действительно для моей жены это было утешением. Человек подошел, подошел, рассказал, да, о своем переживании и как, как Господь также помогал, как утешал, как вышел на встречу. Вот мы другими словами можем не только выслушать, да, но можем сострадать и можем личным примером, если у нас что-то было, подойти, сказать, утешить. Третье, третье, я хотел бы, я этот пункт назвал как бы слово от Господа. Вот также вот эта вот ситуация с нашей дочкой, я сразу скажу, да, что кто не слышал эту историю, этот ребенок наш, он примерно через три недели его уже выписали абсолютно здоровым. Это было действительно чудо Божие, и я, ну, это просто было невероятно, что-то невероятное, потому что мозг был совершенно здоров, да, ребенок пришел в себя, все, сейчас мы знаем, это младшая наша, это дочь Лена, вот, совершенно нормальный ребенок, вот, а тогда было никаких, в общем-то, не было, ну, как сказать, экспертиз, скажем так. И вот в то же самое время, да, мы пришли также, церковь, сами молились, за нас друзья молились, церковь молилась, и к нам подошел брат, служитель, после служения мы сказали, что если выживет, будет очень долго восстанавливаться, и брат этот сказал, сказал, что у Бога свои сроки, у Бога свои сроки, знаете, братья и сестры, мы, когда исполняемся Духом Святым, да, когда мы наполнены Духом Святым, мы, когда можем подойти, утешить, не просто так вот, как бы опытом, да, или как вот, знаете, как-то выслушав, мы можем сказать так, как, ну, как мы не можем сказать в обычной жизни, потому что в этот момент говоришь не ты, в этот момент говорит Господь, он подходит, он подходит через этого человека, он подходит и утешает, как мы видели этот брат служить, мы понимаем, что это, что это Господь нам сказал через него, Господь сказал просто, что мы находили в этом утешение, слава нашему Господу, у Бога свои сроки, мы, слава Богу, и мы понимаем, я перечислю, что мы с вами, чтобы утешать, да, можем, можем выслушать, можем сострадать, рассказать свой личный пример, да, и исполнившись Духа Святого, это послужить тем, чтобы Господь через нас сказал к этому человеку и утешил, вот, то есть, таким образом мы можем утешить. И в заключении я хотел бы еще поговорить немного о том, что, а как мы, как мы сами можем получить для себя утешение? Хорошо, мы понимаем, как вы теперь утешать, да, но как мы сами можем получить для себя утешение? Я зачитаю два места, два места, первое, это Риммана 15 глава, 4 стих, написаны следующие слова, «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Смотрите, чтобы мы терпением и утешением из Писаний. Братья и сестры, если мы с вами перестаем читать Слово Божие, мы этот источник утешения у себя убираем. Источник утешения, смотрите, Дух Святой в определенный момент, Он может проговорить нам цитатой, какими-то словами из Слова Божьего, но воспользуясь нашей памятью, Он может принести, допустим, не бойся в определенный момент, сказать, не бойся только верой, да, или можно сказать, допустим, любящим Господа, да, вот эти слова напомнить. Но у нас, если Слово Божие не живет в нас, ну никак, никак, мы лишаем таким образом себя этого утешения. Слово Божие, Писание, регулярное его чтение, это для нас источник утешения. И вообще, когда мы просто читаем и размышляем, знаете, у нас формируется другое мышление совершенно, не такое мышление, как вот людей мира сего, оно другое, оно вообще как бы безумное для мира этого, да, оно совершенно другое, мы другими категориями мыслим, и слава Господу, что у нас есть такая возможность. Второе, второе, это филиппийцам, я зачитаю, 4 глава, 6-7 стих, 6 стих, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Написано «Не заботьтесь ни о чем», и написано в благодарении «Открывайте свои сердца перед Богом». Мы понимаем, что вот лучший утешитель – это Дух Святой, да, лучший утешитель. И действительно, в молитве мы можем получить это утешение. Я такую историю расскажу, многие уже слышали, но я хочу напомнить вам этот момент в моей жизни. Я не говорю, что это происходило только один раз, нет, но так сильно, так ярко в моей жизни было только один раз. Как-то, ну, это было в пандемию, мы собирались вот здесь вот у Поляковых, в семье, слава Господу, небольшой группкой, молились в пятницу также, вот. И у меня было такое состояние, знаете, такая какая-то тьма меня нашла, ну, как бы сказать, задавила, такая, знаете, такой какой-то депрессия, какая-то чернота, вот, знаете, такое вот внутреннее состояние даже не опишешь. Я не знаю, что это такое было. И вот, я столько был подавлен, и так мне было тяжело. И я поехал вот на это служение. Ну, понятно, что от служителя, да, требуется, как бы, быть готовыми, чтобы молитва, да, ну, не молитва, чтобы слово было, ну, это хорошо и правильно, я думаю. Вот, но в этот момент у меня не было ничего, я сам, я был в очень таком состоянии, очень эмоциональном, тяжелом. Он пришел, думаю, просто посижу, помолюсь и все. И, ну, открыли служение, потом, потом был, брат проповедовал слово, и проповедовал слово, и стали молиться. Пошла молитва, тихонечко молимся, молимся. И вот, ну, прошла молитва, она как бы на возвышение пошла, потом пошла на спад, пошла тихо-тихо-тихо, ну, я думал, что, ну, все, значит, молитва закончилась. Вот, вот, а брат не заканчивает. И мне это было так удивительно, я думаю, ну, что не заканчивает-то, ну, уже все, я уже, ну, уже 5-10 минут назад бы точно закончил бы, если бы я бы вел молитву, все. А он молится и молится, молится и молится. Братья и сестры, и знаете, вот, и молитва пошла на возвышение. Маленькая группка, несколько человек, понимаете? Молитва пошла на возвышение, больше, 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 выше, выше, выше. И знаете, и пришел Господь. И пришел Господь, это, знаете, это просто, я не знаю, и мне, я такой, просто, вот, было до и после, это два разных человека, какой я пришел и какой ушел. Абсолютно два разных человека, понимаете? Пришла радость, пришло утешение, пришло совершенно возрождение, пришел Господь на это место. Господь может утешить, Господь может дать, независимо от обстоятельств, Он может нам дать, может утешить, в отчаянных обстоятельствах дать нам возможность не отчаиваться. Слава нашему Господу! Давайте помолимся, братья и сестры, чтобы нам быть чуткими друг к другу, чтобы уметь утешать и самим находить утешение в Господе нашем. Помолимся!